Чтобы в качестве предисловия немножко вас подготовить к теме доклада, хочу напомнить о том, что вы наверняка уже все знаете, все читали, все слышали, как или иначе, о том, что якобы армада больших гигантских НЛО приближается, хотел сказать, к Москве, по крайней мере к земле, якобы. Значит, это достаточно грамотная, грамотно раскрученная, но не грамотная с технической точки зрения утка, в которой есть очень множество таких ляпов, понятных для специалиста. И вот об одном из ляпов, который допущен был создателем этой, намеренно был допущен создателем этой утки, это то, что эти корабли якобы должны прилететь к земле в 2012 году. Значит, ляп заключается в том, что любой специалист в области космонавтики знает, что скорость движения и, соответственно, длительность движения космического, любого, даже не просто космического корабля, а любого космического объекта, можно определить как минимум по трём фотографиям. По одной фотографии, а в данном случае якобы было по одной фотографии каждого корабля, не менее трёх, по одной фотографии не рассчитать скорость, не рассчитать направление движения, не рассчитать длительность движения, ну и, соответственно, предполагать, что корабль прилетит в 2012 году, это и прилетит на Землю, это абсолютно голословное утверждение, точно так же можно было бы утверждать, что он прилетит в 2011 году на Марс или в 2013 году на Юпитер. Одним словом, вот как вам нравится, так и можно утверждать. То есть утка есть утка. Вот о причинах возникновения таких уток, почему, кому они выгодны, кто их заказывает, грубо говоря, почему они периодически появляются в начале декабря, уже который год. То есть, иными словами, это не просто такая вот случайная, спонтанная фантазия какого-то уфолога-одиночки. А, что называется, здесь есть, кроется достаточно серьёзный, невидимый, так сказать, смысл. Вот о смысле, я вчера говорил на прямом эфире на Маяке, этому можно посвятить отдельную тему, но я сконцентрируюсь только на одном вопросе. Можно ли в принципе было бы, вот как в данном случае утверждали создатели мифа, что они знают, когда прилетят корабли, можно ли в принципе говорить вот утвердительно о каком-либо прогнозировании. То есть, можно ли заранее сказать, когда прилетят НЛО? Значит, вопрос очень серьёзный, не банальный. Я бы сказал, для меня злободневный на протяжении последних, ну как минимум лет 15, потому что, в общем, все последнее время мы всё больше стараемся работать не постфактум, как работает большинство уфологов, исследователей во всём мире, а работать на опережение. То есть, мы стараемся предугадать, где и что произойдёт, чтобы свои времена выезжать на место и, ну, естественно, сработать оперативно. Для этого существует программа Уфа-сети и много-много другое, но никакая программа, никакие наши, так сказать, сами благи и пожелания, в принципе, невозможно, если невозможно ответить на этот вопрос с аркоментальными, когда они прилетят. Значит, вот, чтобы понять, о чём, о предмете разговора, понять, насколько здесь правомощен вообще постановка вопроса, я хочу начать с краткой хронологии того, собственно говоря, что мы видели на протяжении последних, даже не десятилетий, а 130 лет. Я взял этот срок, и в какой-то степени мой доклад сегодня, можете считать подведением итогов года, 2010-го подведением итогов десятилетия, потому что через 10 дней заканчивается наше десятилетие, первое десятилетие 21 века, ну, и заодно, так сказать, вместе с десятилетием ещё 13 других десятилетий. Пожалуйста, давайте дальше. Я к вам полу посяду. Значит, краткая хронология, немножко, ну, немножко она обрезается, я начну как раз там, я начну как раз с уток. Значит, уток на самом деле, конечно, гораздо больше, чем вы видите. Это, здесь приведены в хронологическом порядке утки, розыгрыши, и подделки, намеренные подделки, только те, которые имели, ну, наибольший резонанс, что так скажем. Те, которые наиболее известны, и те, о которых, может быть, оставили, и те, которые оставили свой след в истории. Значит, если посмотреть в самый конец этой хронологии, то есть, объясню немножко, то, что вы не видите, здесь обрезан левый край, слева написаны десятилетия. Ну, если посмотреть на десятилетия ближе к нам, вот, 80-е годы, 90-е годы, ну, и первое десятилетие 21-го века. Ну, и, соответственно, мы находимся вот здесь вот. То, что по одной картинке на год, то есть, условно говоря, здесь приведена всего одна утка, но я считаю, это самая самая эффектная утка нашего уходящего года 2010-го. Согласно ей, вот как раз на ней изображены два из трех звездолетов, которые якобы летят к Земле. Значит, напомню, она появилась, вот эта история сама всплыла, случайно или не случайно, в начале декабря, то есть, меньше месяца назад, а ровно за год до нее, в 2010-м, в 2009-м году появилась предыдущая, так сказать, утка из этой же серии о том, что большие треугольные НЛО садятся в Кремле, садятся или зависают, ну, и дальше, так сказать, включайте свою фантазию, может быть, они о чем-то договариваются, может быть, еще что-то. В общем, одним словом, поводов для фантазии много, и за каждой вот такой уткой, а, подчеркиваю, здесь речь идет не об единицах, а скорее о тенденциях, потому что какая-то подделка в какой-то степени отвечает нашим запросам, то есть, мы так или иначе, ну, скажем откровенно, мы где-то готовы, может быть, воспринять эту информацию, подсознательно где-то, потому что никакая из уток, никакая из подделок, будь она даже составлена на самом высоком уровне, если мы к ней психологически не готовы, ну, предположим, если бы мы были уверены в нашем правительстве и говорили бы, да бросьте вы врать про наше правительство, мы никогда не поверим, чтобы они там тайно за нашей спиной, там с кем-то договаривались, поэтому никакие фотографии нас не убедят, ну, это так, конечно, шучу, но в любом случае, вот, каждая из этих подделок имела, ну, в какой-то степени свою аудиторию и, как правило, имела, ну, я бы сказал, оставляла след вот где-то на подсознании, в том числе и у нас, как бы мы о них не старались забыть, ну, о пытках, может быть, не стоит задерживаться, дальше, пожалуйста, вот теперь о хронологии, значит, я начну с 1871 года, то есть, 140 лет назад, поскольку здесь достаточно мало иллюстраций, то, в общем, мы быстренько пройдемся по прошедшему веку, точнее, по позапрошлому веку, значит, это то, что здесь приведено, это на самом деле самые известные и, может быть, дошедшие, ну, может быть, одни из немногих из дошедших к нам сообщений или изображений НЛО, которые видели наши предки. Как вы понимаете, то, что я показывал, в общем, преследует пока только одну цель, здесь пока я не вижу никакой закономерности, кроме того, что могу утверждать, что тот феномен, о котором мы говорим, он имеет историю гораздо больше, чем нам с вами лет, и, естественно, чтобы нам говорить о расчетах, о каких-то периодичности появления НЛО, конечно, нам надо заглядывать так или иначе в глубокую древность, чтобы получить хронологию. Дальше, пожалуйста. 1881-1990-е, в том числе в России появляется, это далеко не первое, но, по крайней мере, в конце 19-го века НЛО, дальше, пожалуйста, 1891-е, появляются, точнее, продолжаются сообщения о том, что некие НЛО видят и астрономы. Очень популярно, вот в этот период, по крайней мере, стало, стали сообщения о том, что тот или иной астроном видит на диске Марса изображение каких-то движущихся тел, какие-то вспышки, какие-то белые пятна. Ну, естественно, сама тема о том, что Марс обитаем, она вот именно в эти годы становится достаточно популярной, набирает своих сторонников, и, естественно, вот за каждым таким, за каждым таким сообщением кроются, в общем, ну, какие-то определенные надежды. И я бы сказал, вот в это время, то есть, в самом конце 19-го века, и начинается на подсознательном уровне, пока неосознанно, может быть, тема и моего доклада, то есть, иными словами, появляется первая гипотетическая возможность рассчитать, когда НЛО могут прилететь, появиться на Земле. Как и за счет чего, ну, мы немножко попозже, когда дойдем до нужной иллюстрации, я к этому вернусь. Но, по крайней мере, вот сейчас не могу не без удовольствия показать на случай, имевший место в 1894 году, ну, условно говоря, это один из, это, может быть, первый случай достаточно подробного описания вот такого объекта на Марсе. Дальше, пожалуйста. О нем, еще раз подчеркиваю, о нем я чуть позже заговорю, поскольку это не единичное наблюдение, подобные события продолжались и дальше. Вот в самом начале 20 века оно все еще есть. Дальше, пожалуйста. Да, кстати, секундочку, здесь, то есть в первом десятилетии 20 века, то есть ровно сто лет назад, здесь отсутствует еще одно грандиозное событие, имевшее место вот здесь вот, примерно, это событие 1908 года, то, что, в общем, то, что под большим знаком вопроса вошло в историю российской, советской и всемирной историю фоологии, но поскольку, но у меня возникли сомнения, следует ли тему Тунгусского метеорита вот все еще включать хронологию НЛО, поскольку, ну, те, кто знает, мы этой темой занимались и после исследований Витинского Тунгусского, Витинского Алтайского метеорита, в общем, сомнений, что это не НЛО, у нас поубавилось, поэтому я вот не рискну это включить. Дальше, пожалуйста. 1911-20 год, дальше. Я не буду с вашего позволения останавливаться на отдельных страницах, что ли, истории, но если по ходу дела будут короткие вопросы, пожалуйста, чтобы потом не возвращаться обратно. 1921-30 год, в том числе и вошедшие в историю нашей отечественной космонавтики, поскольку это наблюдение связано с Константином Циолковским, который описал введение в небе, которое условно можно назвать НЛО, вот я его тоже включил, 1928 год, то, что он видел со своего дома в ныне городе Калуги, из дома, который ныне является частью Мемориарного музея космонавтики. Дальше, пожалуйста. 30-е годы, все еще продолжаются наблюдения на Марсе, они сойдут на небо, к слову сказать, в конце 20-го века, то есть сейчас по какой-то причине о подобных сообщениях нет. Ну, собственно, наверное, может быть, актуальность не пропала. Мы, еще раз напомню, мы к этому подойдем, к прогнозированию марсианских каналов. Дальше, пожалуйста. военное время Второй мировой войны 40-е годы начинается с наблюдений НЛО над Соединенными Штатами, затем НЛО сопровождает авиацию всех сторон, всех воюющих сторон во Второй мировой войне, то есть это достаточно интенсивные наблюдения. Не уверен, что из этого следует, что во время Второй мировой войны активность НЛО возрастало, просто количество самолетов, то есть количество потенциальных наблюдателей в небе и уж точно количество внимания к небу, сами понимаете, по какой причине, вовсе не из-за желания увидеть НЛО, а из-за нежелания увидеть самолеты противника в небе. Вот из-за того, что и то, и другое было повышено в десятки раз, естественно, возрастает и количество НЛО, которые видят в небе. Скорее всего, поэтому. Ну и, а затем наступает череда уже информационный бум, который пошел со стороны Америки, это 47-й год, начинается со сколицы гор, знаменитая наблюдение, ну, знаменитая благодаря американскому пиару, они очень хотят именно с этого момента, то есть наблюдение Арнольда Кеннета вести отчет мировой уфологии, в общем, я стараюсь вести отчет уфологии с августа 45-го года, это момент, когда эти исследования в какой-то степени, можно считать, начались на территории Советского Союза благодаря Казанцу, но, так или иначе, вот, если делать некий реверанс и ссылаться на мировую практику, то, вот, формально момент хронологии надо бы начинать вот с этой точки, но я не вижу никакого, так сказать, зазорного, я не вижу смысла этого делать и если я начну с 1800-го года или с 1870-го года, как в данном случае, или с 1600-го года, в общем, эффект, наверное, будет один и тот же. Дальше, пожалуйста. 50-е годы, значит, я думаю, что вы видите неооруженным глазом, что плотность наблюдений растет, точнее, количество наблюдений, плотность наблюдений на десятилетие, как вы догадываетесь, все фотографии расположены в хронологическом порядке, и до этого, и на последующих кадрах, здесь приведены фотографии за одно десятилетие, вверху, естественно, первый год десятилетия, то есть, в данном случае 1951-й, 52-й, 53-й, 54-й и так далее, и так далее, и так далее, а по вертикали все фотографии расположены в соответствии с месяцами, ну, соответственно, январь, февраль и так далее, до декабря. Значит, почему я сейчас об этом, на этом заострил внимание, потому что чуть позже, когда мы будем говорить собственно о периодичности наблюдений НЛО, то само собой всплывет тема, что конечно же НЛО, я закавычиваю это утверждение, конечно же НЛО прилетают летом, чаще всего летом. Почему понятно? Потому что, нет, с одной стороны это так и есть, потому что количественное соотношение количества летних НЛО гораздо больше, чем количество зимы. Ну, это легко с помощью хронологии какой-то статистики установить. Кстати говоря, я забыл сказать, в основном я пользуюсь естественно архивами Космопроиска, вот в частности наиболее полные из них опубликованы вот в этой моей замечательной книжке. Поэтому по каждому отдельному случаю почему я включил какой-то данный конкретный случай или наоборот почему не счел нужным это сделать, что называется я не сторонник, чтобы зацикливаться на одном конкретном случае, но если подобные претензии или вопросы будут, я с удовольствием отдельно потом отвечу. Вот, но все-таки я вернусь к теме летних и зимних НЛО. Традиционно считается, что действительно количество сообщений об НЛО летом возрастает причем не на проценты, а в разы. Это так и есть. И если ссылаться опять же на архивы, то в общем это находит подтверждение. Но, поскольку я в данном случае говорю не просто о сообщениях, как вы понимаете, сообщения о сообщении розень, и большая часть сообщений до 99% которые приходят к нам уходят в мусор, то есть это просто-напросто какие-то объяснимые явления, факты, феномены, вот они в данном случае я их старался совсем не учитывать. И в хронологии расположил с одной стороны фотографии либо достоверные, то есть те, которые считаю абсолютно достоверными, либо те фотографии, где хоть какие-то сомнения в пользу достоверности все-таки есть. То есть может быть кто-то их критикует, может быть вполне заслуженно и может быть впоследствии какую-то фотографию я уберу, как убрал например фотографию взрыва Тунгусского метеорита. Это что называется в частном порядке естественно все будет дорабатываться. Но так или иначе уже сейчас вот на сегодняшнем этапе можно глядя на вот эту подборку а дальше вы уже сами будете без моих подсказок смотреть на последующие десятилетия можно составить очень я бы сказал более правильное мнение о том действительно ли НЛО как бы тяготеют к летним месяцам это так или не так вот я смею утверждать и пока это утверждение я ставлю с приставкой возможно потому что дальше будем развивать эту мысль пытаться ее критиковать или наоборот подтвердить но возможно вот пока глядя на это десятилетие утверждать что на самом-то деле более-менее достоверные НЛО я не говорю о всех сообщениях как говорят только более-менее о достоверных размазаны по всему году то есть что зимой там в январе феврале декабре что летом июнь июль август примерно их соотношение где-то близко и если есть разница то она не в разы как в архивах а буквально так сказать там максимум на десятки процентов из чего я так осторожно делаю вывод если цикличность в наблюдениях настоящих НЛО существует то скорее она связана с циклами не не земными циклами то есть год на земле это самый что не земной цикл смена времен года это наш земной цикл но феномен НЛО как мне кажется не привязан к этому циклу он привязан к этому циклу привязано наше внимание к этому феномену и за счет этого естественно как вы понимаете растет и количество сообщений но напрямую эти две вещи не связаны дальше пожалуйста это 60-е годы не знаю стоит ли о каждом отдельном случае рассказывать конечно же не стоит но количество постепенно растет не уверен что это количество напрямую отражает реальную цифру НЛО то есть я не смею утверждать что вот раньше их было мало а с каждым годом их будет все больше и больше я думаю что здесь скорее всего конечно плотность исследований сказывается плюс плотность наличия фотоаппаратов количество фотоаппаратов на руках населения и прочие разные другие факторы ну и плюс к этому естественно 60-е годы всего-то полтора десятка лет как эта тема на слуху и самое главное с 60-х годов начинается серьезное исследование космоса нами землянами и вот с этого момента тема полета в космос и вообще тема вопроса а может ли представитель внеземной цивилизации прилететь на Землю в общем становится вопросом не просто вопрос который касается только фантастов а это совершенно нормальный практический вопрос перетекший в практическую плоскость если мы земляне Гагарин сумел полететь в космос если мы сумели полететь на Луну причем очень быстро в течение всего десятилетия то нет никаких сомнений уже в 70-х годах мы наверняка полетим на Марс а там в 90-х годах 20-го века земляне наверняка полетят к другим звездам вот в тот момент вот эти мысли они были вовсе так сказать не фантастическими и поэтому сама мысль о том что и к нам соответственно инопланетные Гагарины могут прилетать совершенно не казалось фантастичной поэтому не удивляйтесь что количество растет ну может быть что касается качества это вопрос отдельно дальше пожалуйста 70-е годы совсем близко к нам не знаю что конкретно выделить из этого количества но наверное лишь упомяну что все больше и больше вот в этом вот в этом перечне мелькают так называемые трехзвездники о которых я бы предпочел отдельно позже прочитать отдельную тему доклада потому что эта тема она мне показалась в конце концов слишком большой вот чтобы здесь еще сконцентрироваться не просто в рассказе обо всех НЛО вообще сконцентрироваться на каком-то узком но перспективном на мой взгляд участке вот таким участком в уфологии является область исследования трехзвездника вот мне кажется это то слабое звено которое благодаря которому мы можем расшатать вот этот монумент тайный под названием НЛО но об этом чуть позже вы тоже начнете как мне кажется понимать о чем я говорю дальше пожалуйста 80-е годы значит это годы наверное когда в Советском Союзе об этой тематике несмотря ну сейчас принято считать вот не было гласности об этом замалчивали ну наверное не без вернее не наверное действительно конечно было такое но тем не менее были публикации достаточно серьезные и были исследователи уже фактически работает наша группа из которой мы так можно сказать происходим майорская группа под руководством Зигеля уже собираются сведения потоком идут о хронологии исследования чуть позже я коротко скажу ну и не могу не упомянуть о двух ключевых моментах которые имеют значение для нашей истории это события января 1986 Дальнегорский Приморский край одно из самых достоверных событий связанных с крушением или взрывом НЛО и серия наблюдений грандиознейшая серия наблюдений имевшая место на всем на всей западной территории Европы включая вплоть до так сказать Советского Союза вплоть до Москвы но эпицентр наблюдений вот этих самых явлений находится в Бельгии и сопредельных государствах то что вошло в нашу историю как бельгийский треугольник и то что вошло в нашу историю как наиболее достоверные наблюдения на самом деле конечно достоверных наблюдений было много наиболее достоверные наблюдения которые были в нашей прессе на нашем телевидении вот этот момент его можно условно конечно считать всплеском интересов к этой куфологии в Советском Союзе хотя на самом деле конечно, занимались и до этого, но массовое увлечение, наверное, начинается вот с этого пропагандистского момента, то есть с начала 90-го года. Хотя я напомню, на самом деле, вот благодаря указу тогдашнего нашего руководителя Горбачева, о теме НЛО можно было говорить вот с этого момента, то есть с марта 89-го года. И первые сообщения, пусть менее известные, чем вот серия с бельгийским треугольником, они относятся именно к этому моменту. То есть это Воронежские события, события в Вологодской области, ну и ряд других, там уже дальше цепочка. Дальше цепочка идет, и вот чисто субъективно многим людям кажется вот с этого момента, вот с 89-го, ну точнее с 90-го года и начинается, собственно говоря, наша уфология. Вот отсюда прорвало плотину, вот или даже, не знаю, стоит ли настолько утрированно говорить, может быть с этого момента инопланетяне к нам и прилетели. Вот поэтому мы этим увлеклись. На самом деле, вот вы поняли, конечно, что так говорить совсем, кстати, не следует. Дальше, пожалуйста. 90-е годы 20-го века, легкое уменьшение, количественное уменьшение, но оно действительно, действительно количество уменьшение, это объективный факт. С одной стороны, с другой стороны, это десятилетие совпало с развалом Союза, ну и с тяжелыми временами у нас в стране, и отсюда следует и к уменьшению внимания к теме НЛО вообще. Ну понятно, когда они до жира, то тут не до, так сказать, высокой материи. Но, так или иначе, несмотря на очень серьезные трудности, конкретно для нас, для России, для бывшего Советского Союза, тем не менее, это действительно объективный факт, после конца 90-х, когда был грандиозный всплеск, то есть, наступает небольшое затишье. Ну, по сравнению с 50-ми годами, на самом деле, совсем не затишье, я говорю только по сравнению с 80-ми. Дальше, пожалуйста. И вот оно, десятилетие, которое заканчивается через 10 или 11 дней. То есть, мы с вами находимся вот здесь вот, как вы догадываетесь, то есть, 2010-й год, ну, если в прошлое, 9-й, 2008-й, 2007-й, ну и там вверху, 2001-й. Пожалуйста, делайте некую скидку на то, что сообщения об НЛО, а также их проверка, анализ фотографий и прочее-прочее, занимают некоторое время. Поэтому то, что нижняя строка, соответствующая нашему году, не столь плотно заполнена, как все предыдущие года, пожалуйста, пусть вас это не расстраивает и не расхолаживает, через некоторое время вот эта полоса будет точно так же заполнена, я вас уверяю, потому что, так сказать, в анализе находится не меньшее количество фотографий вот за 2010-й год, чем за все предыдущие годы. То есть, на самом деле, это, так сказать, вот полупустое пространство 2010-го года, это просто, ну, как сказать, стиль нашей работы, можете так это называть. Значит, ну, то, что чуть выше, то есть, 2009-й год и чуть раньше, вы видите, там нет свободного места, это, в общем, на самом деле, объективный факт. Значит, если сравнивать с концом 80-х годов, то есть, всплеск 89-го года, 89-го или 91-го года, то в количественном отношении, на самом деле, количество НЛО было меньше. Но, если сравнивать по количеству фотографий, по количеству полученных изображений, то, скорее всего, в данном случае объективно больше. Но, как мне кажется, это связано, опять же, с увеличением количества фотоаппаратов на душу населения. Ну, с учетом того, что в каждом мобильнике есть фотоаппарат, получается сейчас почти глобально, глобально такой охват, то, чего не было в ближайшем нашем прошлом. Значит, я могу, естественно, пробежаться по всему этому десятилетию, которое мы с благодарностью провожаем под Новый год. Ну, могу паузу выждать, чтобы вы поглядели и вспомнили недавние достаточно дни. Но в двух словах могу выделить всего несколько событий. Не потому, что все остальные не заслужат внимания, а потому, что времени мало. Это серия наблюдений, опять же, трехзвездников в начале этого десятилетия, начиная с июня и заканчивая где-то сентябрем. Это относительное затишье 2002 года, ну, может быть, слегка разбавленное интереснейшим событием на Витиме, которое имело далеко идущие последствия. Но затишье 2002 года, это, наверное, действительно объективный факт. Это год, во время которого, в том числе, к слову сказать, не было и кругов на полях на территории России. И благодаря вот этому году удалось впервые, я напомню тему доклада, она так или иначе касается поисков периодичности в наблюдениях НЛО, ну, если говорить не только об НЛО, а об аномальных явлениях в целом, то вот пока что самым продвинутым в этом отношении, самым продвинутым в этом отношении областью исследований является исследование кругов на полях. Здесь нами найдена и цикличность, здесь найдены и закономерности, и здесь мы действительно какие-то имели, и я надеюсь, и будем иметь определенные успехи в расчетах, где и когда появляется это явление, и, соответственно, в исследованиях, в игре на опережение, извините за такой термин, просто лучшего за все это время я не нашел. Вот что касается тематики НЛО, здесь, что называется, мы все еще в поиске. Пока что мы так же, как с кругами на полях, работать на опережение не можем, но, так или иначе, я еще раз напомню, вот 2002 год, это год, когда действительно мы сдвинулись с мертвой точки, вот хотя бы в отношении кругов. А 2001 год, к слову сказать, в июне месяце, это вот последний год, когда нас ждала на этой ниве неудача. Те, кто был в экспедиции 2001 года на кругах на полях, наверное, помнят, мы много старались, но вот не получилось у нас найти круги, обнаружить их, исследовать, исследовать, ну, не потому что мы плохие, а потому что, или там, опыта было мало, а потому что мы еще не знали этих закономерностей. Сейчас, конечно, мы гораздо больше знаем. 2003 год начинается хит-парадом НЛО. НЛО много, хороших и разных. Я даже не знаю, глаза разбегаются, о чем конкретно говорить. Здесь есть и отечественный материал, и западный материал, есть и фотографии, сделанные в наших экспедициях, есть фотографии, в том числе и авторов присутствующих здесь, так сказать, если кто-то увидит свою фотографию, не удивляйтесь этому, и заранее всем, так сказать, всем спасибо. Но вот из-за того, что на самом деле эта фотография очень большая, подписи к ней, наверное, не знаю, вам читаются или нет, но, по крайней мере, я с трудом различаю. На оригинале их видно, поэтому я не могу попармите сказать, там, вот фотография такого-то человека, вот фотография другого. Некоторые фотографии, конечно, помню. Значит, здесь нет фотографий более чем сомнительных, здесь вы не увидите летающие пирамиды над Кремлем, о которой я говорил раньше, ну и прочих разных подделок, фейков и т.д. Но зато вот из последних, что ли, из последних более-менее достоверных, я хочу обратить внимание на очень интересную фотографию, которую привез наш товарищ Игорь Комель с Кабарды, он здесь рядом. Это маленький фрагмент, я думаю, Игорь с трудом узнает фотографию, которую привез, потому что я ее очень сильно обрезал, ну, все лишнее, так сказать, убираю. Здесь, на фоне, вот этот самый корабль летит на фоне горы Эльбрус, самой горы, естественно. Я хочу, чтобы самое интересное, как мы увидели, еще раз останавливаюсь, вернее, еще раз оговорюсь, если отдельно по каждой фотографии там какие-то вопросы будут, пожалуйста, но сами понимаете, все фотографии комментировать ни времени, ни сил, конечно, не будет. Поэтому, с вашего позволения, я, так сказать, общий обзор на этом плавно закругляюсь. Если можно, или следующую фотографию, или эту уменьшить, можем дальше идти. Значит, да, на всякий случай, еще скажу, проанонсирую, буквально, может быть, там, в ближайшие дни, завтра, послезавтра, вот сюда вот, я, как минимум, еще парочку фотографий, которые прошли анализ, я считаю, они абсолютно достоверны. Вот сюда их включу. Это фотографии этого года. Очень убедительные, на мой взгляд. Ну, давайте увеличим, убедительные. Их нет здесь. Я просто анонсирую, что здесь будет еще. Поним, поним, поним. То есть, сами понимаете, это не статичное, вот это изображение, оно будет пополняться. Ну, и дальше, пожалуйста. А это, так сказать, задел на будущее, вот январь 2011 года, ну, что называется, это чуть попозже. Дальше, пожалуйста. Пока, как вы видите, поле пустое. Нет, дальше я имел в виду по ходу доклада, а не по ходу кранового. Давайте дальше в будущее. Ну, и это тоже, в какой-то степени. А вот теперь о закономерностях, которые обнаруживаются при исследовании вот этого всего пласта фактов, сведений, слухов, легенд и так далее, с которыми мы имеем дело. На самом деле, конечно, периодичность есть. Ее стали замечать еще в западной уфологе где-то в 70-х годах, может быть, чуть раньше, просто скромно об этом умалчивали. И вот одна из закономерностей, вернее, одна из периодичностей, о которой больше всего известна, это так называемая суточная периодичность. Здесь представлены несколько вариантов диаграмм, ну, как минимум, четыре варианта в двух разных исполнениях. О чем идет речь, я поясню. Значит, по горизонтали отложены часы суток, то есть полночь, два часа ночи, четыре часа ночи, полдень, вечер, двадцать часов, двадцать, два часа и двадцать четыре часа. А по вертикали в процентном отношении количество наблюдений НЛО. Ну, и легко понять, мы видим, что есть, несмотря на то, что здесь приведены четыре разных исследования, то есть четыре разных взгляда на вот этот вопрос, тем не менее, налицо четкая корреляция, мы видим, что есть два очень четких спада по количеству наблюдений. Первый где-то около двух часов ночи примерно, и второй утром примерно с десяти до четырнадцати часов. Точнее, даже не утром, а в полдень, если будет правильно. Вот. Но насколько здесь правомочно говорить о том, что мы с вами видим именно периодичность появления НЛО, а не что-то другое. Вот, на мой взгляд, то, что мы видим, это лишь некое условие для нас, которое мы должны учитывать в дальнейшей работе. То есть, это не факт, имеющий отношение к НЛО, а это факт, имеющий, который мы должны учитывать при изучении НЛО. И вот в этой диаграмме проявляются не особенности НЛО, чего как раз хотелось бы исследовать, а особенности, извините, нас с вами, землян, в данном случае. Значит, связано это с тем, что, естественно, что ночью большая часть из нас имеет привычку нехорошую спать, ну, за исключением наших товарищей, которые в экспедиции дежурят у костра, но это мизерная часть в процентном отношении всех землян. И, естественно, летает вот в ночные часы НЛО или не летает, этого спящим землянам неведомо. Значит, в обед земляне в основном обедают, как правило, или работают, или еще как-то отвлечены. Это с одной стороны. А с другой стороны, в этот момент самые неблагоприятные условия для наблюдений, потому что небо, то есть область, где это явление чаще всего и видно, нам из-за ослепляющего солнца малодоступно, нам неприятно смотреть на небо. Вот из-за этого такой глубокий прогиб в обед, самый глубокий, несмотря на то, что здесь все не спят. Вот поразительно, но это так. То есть, если НЛО, любой летчик, который, любой боевой пилот, который воевал в небе, знает, что со стороны солнца можно подлететь противнику незамеченным. И почему бы не предположить, что НЛО, собственно говоря, летает в солнечном небе и мы его не видим. Наверное, так и есть. Ну, а когда солнце уже не так светит глаза, когда работа закончена, но люди вышли на улицу, когда парочки прохаживаются, гуляют по набережным, и так, когда, одним словом, мы бодрствуем, с одной стороны, а с другой стороны, мы не заняты работой, вот в это время как раз самый идеальный момент для наблюдения НЛО. Ну, то есть, вот все, что я рассказал, я думаю, что очевидно, дальше на этом зацикливаться не надо, но, увы, вот эту особенность надо учитывать дальше. и не только ее, и сейчас вы увидите, что еще. Дальше, пожалуйста. Значит, вот о суточной периодичности я говорил только что, и, пожалуй, это периодичность, о которой мы так или иначе все знаем, по крайней мере, догадываемся. Именно из-за этой периодичности я иногда ругаю наших спящих ночных дежурных в экспедициях. Именно из-за этого больше всего споров, что делать и куда смотреть, и вообще, так сказать, нужно ли в это время смотреть, потому что, а зачем смотреть, ведь мы же знаем, что согласно статистике, НЛО. в это время тоже ведь не появляются. Зачем я буду у костра сидеть и не спать, просто так на пустое не посмотреть. Ну, это, конечно, так, шутка. Но, тем не менее, благодаря, или из-за этой периодичности больше всего, в общем-то, недопониманий среди новичков, ну, среди членов космопоиска, как правило, недопониманий не бывает. Есть другая периодичность, дело в том, что суточная периодичность, когда мы говорим о периодичностях, там, годичных, она, конечно, теряется. Ну, какого-то существенного влияния оно иметь не будет. Вот когда мы будем уже уточнять, так же, как с кругами на полях, время появления с точностью до минуты, сейчас мы можем это делать с кругами на полях, с НЛО не можем делать. но когда мы сузим время поиска, время наблюдений до часов или минут, вот тогда нам придется, так сказать, всерьез заняться вот этой периодичностью суточной. Я надеюсь, что, надеюсь, что мы до этого дойдем. Пока мы не дошли даже до недельной периодичности. Она, в общем, тоже, как вы догадываетесь, связана целиком не с периодичностью земля, не с периодичностью активности НЛО, а с нашей с вами активностью. Связано с тем, что в начале рабочей недели, как правило, мы уставшие и нам лень глаза вверх поднять. В середине недели, рабочей недели, у нас самая высокая работоспособность и внимание, которая к концу рабочей недели притупляется и мы устаем. Но вот выходные дни мы едем на природу, мы едем куда-то в те места, где можем наблюдать за небом иногда, и вот за счет этого количества естественно количество наблюдений НЛО возрастает. Но никак не потому, что НЛО прилетает к нам на уикенд. Вот что касается мы сейчас я имею в виду при расчетах периодичности мы космопоиски я вот прочно засели в годовой периодичности. Увы, так сказать, продвинуться дальше пока не может. Значит, годовая периодичность опять же связана только уже не с особенностями нашего с вами времяпровождения, хотя отчасти да, потому что большая часть из нас ездит в экспедиции или в отпуска или так или иначе выходит на улицу как раз лето. Как вы догадываетесь самый мощный пик он приходится на летние месяцы по понятным вполне причинам. Но больше влияние на эту периодичность оказывает особенность не нас с вами а нашей с вами планеты точнее нашего с вами климата. в зимние месяцы понятное дело у нас пасмурное небо и в общем особенно что-либо заметить даже луну порой не видно не говоря уже о чем-то о чем-либо еще. Вот, но поскольку в тот момент когда в северном полушарии у нас с вами лето в южном полушарии прямо противоположная ситуация и там сейчас в этот момент как бы самая раздоль для наблюдений в целом по земле вот этот вот эта закономерность постепенно размазывается хотя естественно в северном полушарии людей живет гораздо больше чем в южном и поэтому так или иначе на мировую статистику вот эта особенность климатическая особенность земли она будет оказывать по-прежнему но тем не менее должен я до этого вам показывал фотографии вы сами видели что в зимние месяцы порой не реже появляются НЛО чем в летние это лишь так сказать особенность которую надо учитывать дальше пожалуйста а вот это уже другая особенность которых без учиток которых мы тоже не можем продвинуться не понимая о том не понимая источника информации способа получения информации мы тоже порой делаем очень неправильные выводы значит ну сопоставимый с тем что я говорил какие выводы мы делаем в отношении ночных НЛО они не появляются наверное они спят на самом деле спим мы значит вот что касается источников информации на этом способов получения информации на этом я должен остановиться отдельно значит я не стал уходить в графике очень далеко в прошлое его можно условно начать с 40-х годов можно с 50-х годов просто потому что вглубь веков картина будет примерно одинаковая поэтому условно его можно продлить почти в бесконечность ну почти но не совсем значит здесь приведены основные источники информации об НЛО которые приходят к уфологам вообще и в космопоиск в частности поскольку я базируюсь прежде всего на информации из архивов космопоиска то естественно я в праве говорить что эта картина отражает в данном случае картину у нас но с какой-то корреляцией можно сказать что это картина имеет отношение она такая имеет более общий что ли зоны влияния значит о чем идет речь мы получали и где-то продолжаем получать где-то уже закончили информацию из разных источников и эта информация имеет разные качества разную степень достоверности значит например вот зеленая это источник который практически уходит вглубь веков он никогда не нельзя сказать когда он начался и наверное никогда не прекратится он так или иначе я его изобразил что он будет наверное всегда зеленая это изучение летописей это изучение архивов это изучение каких-то старых записей книг это не обязательно копание архивов но так или иначе это копание старых записях наша с вами записи самые разные вот там хронологии от истории какого-то города до всего что хотите сообщение в НЛО находятся в самых непредсказуемых местах серая серый массив это массив данных который получается благодаря условно говоря военным я это называю прекрасно понимаю что это не совсем правильная наверное неправильная не совсем правильно я назвал эту категорию но обычно ее так обвинуют и обыватели и вот когда я так называю наверное вы понимаете о чем идет речь наверное читали не наверное конечно же читали слышали как и в советском союзе военные заинтересовались этой тематикой каким образом с помощью каких программ открытых закрытых военных или имеющих отношение к академии наук сбор этой информации шел иногда это количество этой информации увеличивалось в разы в тот момент когда давали старт той или иной программе в том числе ну самая известная сетка но помимо сетки там было около десятка других менее известных программ но так или иначе условно можно сказать что старт этого этих программ ну не программа скорее старт этого начала этого внимания я условно отношу к сороковым годам но к сожалению в девяносто втором году этот источник временно или постоянно но вот пока он прекратился то есть я говорю о России прежде всего хотя в какой-то степени в большей степени это касается и всего Советского Союза в целом то есть и всех республик Советского Союза на постсоветском пространстве значит этот источник самый достоверный из всех при условии если к нам попадают естественно оригиналы или по крайней мере достоверные копии и поэтому достоверность сообщений вот из вот из этого условно серого массива она весьма и весьма велика точно так же я менее достоверна но тем не менее менее информативна но столь же достоверна извините вот специально поправляю себя информация из зеленого массива то есть информация из летописи почему я считаю ее достаточно достоверной потому что ее к подделкам отнести очень сложно и даже если летописец ссылается на какое-то событие и ошибается ну там принимает комету за корабль пришельцев или аэроплан немцев за непонятно какой корабль или там за прилет святых или за прилет инопланетян то это только в силу ошибки но никак не в силу искусственного но ни в коем случае не ради создания мифа или утки то есть иными словами события как правило все описанные события как правило достоверны и самое главное в происхождении то что они имеют отношения к какому-то году а не вчера придуманы каким-то фантазером это в большинстве случаев понятно желтый массив самый сложный это как вы догадываетесь массив под условным названием источник СМИ значит об этом событии не удивляйтесь пожалуйста видите этот желтый массив тоненькая полосочка я его нарисовал что он имел место быть и раньше несмотря на то что традиционно принято считать что якобы раньше публикации не было я вас уверяю они были они всегда были и в советское время и в царское время но тем не менее в количественном соотношении конечно это был очень-очень маленький узенький такой ручейочек временами в СМИ возникала в советских СМИ очень мощная активность ну в каждом случае по известным причинам иногда это искусственно делалось ради того чтобы исследовать налог на государственном уровне иногда вот как в случае с Петрозаводским Дивом это случалось не совсем по воле руководства но так или иначе вот с 89 года вот с этого места этот поток сначала разрастается и потом превращается в мутный бурный поток безумный поток который выливается на нас с вами и это поток массив имеющий на мой взгляд самую низкую степень достоверности и поскольку так или иначе мы от него никуда не денемся мы по крайней мере должны это учитывать значит синий массив временами очень большой временами очень маленький и сейчас сходящий на нет это это письма это почта я имел ввиду почту приходящую в конвертах временами количество почты было огромным были еще те времена когда почтальоны приносили по мешку писем в день сейчас это представить совершенно невозможно но это было вот в эти года потом в тот момент когда об НЛО стали говорить активно и этот момент совпал 89-91 год с небывалой активностью пока еще не повторенной активностью в этот момент количество писем было просто запредельным вот 90-91 год и эти письма далеко не все разобраны в общем далеко не все из них получили какое-то продолжение но сейчас писем все реже и реже все меньше и меньше но вот где-то с этого момента начинается сначала очень узкий поток но тем не менее это поток который сейчас в процентном отношении поток информации приходящих космофоз фактически это те же письма только уже в электронном виде то есть те же мешки которые мы получали в советское время мешки писем вот те же мешки только в гораздо больших объемах уже в килобайтах мы получаем на свои почтовые ящики сами понимаете это могут быть совершенно разные от бредовых писем до достаточно интересных они все разные вот о количестве я бы сказал разговор разговор не столь существенный надо говорить о качестве ну и с середины с конца 90-х и по сию пору с небольшим перерывом у нас возникает достаточно все более ощутимый поток по по системе уфа сети что это такое это и получение информации по тоже электронной почте но с большей достоверностью и получение информации через смс но так или иначе это уже некий управляемый поток поток назначение которого исследовать НЛО не постфактум а именно на опережение и вот теперь самое главное к чему я подвел вот на это